ОМТВЮА про Головне. Они никогда не смогут освободить свою территорию, значит надо подумать о каких-то территориальных уступах. Вот этот самый подлый нарратив, самое яркое его выражение, статья недавняя была Foreign Affairs в виднейшем американском внешнеполитическом издании двух негодяев, очень известных звезд американской политологии и дипломатии. Это Ричард Хайрс, почетный президент Совета по международным отношениям и его соавтор такой Чепман. Они вместе с Томом Граммом участвовали в так называемый секонд-трек переговоров секретных с Путиным, которые были разобучены в августе и привели, кстати, к понижению влияния Селивана и Бернса внутри администрации. Так вот, эти люди, которые обсуждали еще в августе с Путиным, мы знаем, что они обсуждали, есть утечка доклада Грэма, который говорил, я вот сидел с своими коллегами напротив главнейших советников и сотрудников Путина, и сказал им, что мы, Соединенные Штаты, заинтересованы в сильной России, проецирующей стабильность в России своей периферии. Поэтому мы вам рекомендуем, вот как наша секонд-трек группа российско-американская, мирная соглашение и так далее. Андрей Андреевич, так вот что, вот этот вот посыл, он становится главным у вас за океаном? Нет ничего подобного, он становится главным в леволиберальных предателях, тех же самых, которые сейчас оказывают громадное давление на Байдена, чтобы он ослабил поддержку Израиля. А вот американская администрация пока держится твёрдо. Вот сегодня, вчера вечером, беспрецедентное послание Белого дома четырём лидерам Конгресса. Это сенатор МакКоннелла и Шмахера, соответственно, лидерам демократов и республиканцев Конгресса, и в Палате представителей, спикеру Марку Джонсону и лидеру меньшинства демократов. Беспрецедентное по жёсткости и под формулировкам, требующее немедленно, немедленно обеспечить запрошенную помощь Белым домом для Украины. 60 там с лишним миллиардов долларов. Это пакет совместный, как вы помните, помощь Украине, Израилю, ещё Тайваню и на оборудованной южной границе. Но в этом послании особенно подчёркивается кейс Украины, что действительно никаких других источников не останется к Новому году. И дальше идут замечательные тезисы, наши с вами тезисы, которые мы пропагандируем, утверждаем уже два года здесь, которые уже стали, и это очень большое достижение крови и плоти американской администрации. Там написано просто, что лишь Конгресс, отказавшись, возьмёт за себя ответственность за катастрофу. Потому что речь идёт не только о защите Украины, речь идёт о важнейших задачах национальной безопасности. Путин никогда не пройдёт, не остановится. Если мы дадим ему возможность приспедить, что Украина пойдёт дальше, нам придётся тратить уже не деньги, нам придётся платить кровью своими солдатами, защищая страны НАТО. И последствия этого безответственного решения Конгресса, они скрываются десятилетиями. Десятилетиями в 21 веке. Это очень-очень серьёзный тон обращения. Выводы делайте сами. По их расчётам, это наступление, повторю, ещё должно было идти на исключительно южном направлении. Однако, ключевая причина расчётов заключается в том, что НАТОвская концепция, которая предусматривает комбинированное использование артиллерии, пехоты, бронетанковых войск, ракет, систем разминирования и боевой авиации, она не была выполнена. Не была выполнена, в первую очередь, из-за того, что НАТО так и не смогло передать Украине, требуя количества единиц бронетехники. Ллойд Остин заявил о том, он здесь комментировал, очевидно, одному из источников, который цитирует Washington Post, что украинское командование требовало тысячу единиц бронетехники и создание новых девяти бригад, прошедших обучение в Германии. На что Ллойд Остин заявил своим сотрудникам, что это практически невозможно. Как мы понимаем, всё это, ещё раз повторю, очень важная аналитика, на которую, безусловно, не стоит молиться, как на икону. Это просто один из ориентиров, это один из важных материалов, но, безусловно, не единственный, который появится до конца нынешнего года, где как раз начинают подводить итоги украинского контрнаступления. Безусловно, очевидные попытки сделать более глубокий анализ предпримут серьёзные соответствующие фингтенки военного направления и издания аналитические, которые специализируются на появлении именно похожей военной аналитики. Для нас оно, в первую очередь, важно, ещё раз повторю, не с точки зрения даже выводов, которые делают американские журналисты, а с точки зрения той хронологии и описания процессов переговоров, которая нам была до сегодняшнего дня, неизвестна. Надо всегда понимать, что те или иные оценки, которые делаются изданиями, даже самые уважаемые западными изданиями, в значительной мере, являются субъективной точкой зрения тех военных или экспертов, на которых, в данном случае, опираются журналисты. Повторюсь, эти выводы являются важными, они являются в значительной мере значимыми и достоверными, однако, можно спорить и нужно спорить с рядом выводов, которые были сделаны западными аналитиками. Первый из этих выводов заключается в том, что украинское командование, как пишут об этом журналисты Washington Truth Post, просчиталось вместо нанесения одного главного удара, сосредоточившись на нанесении трех. Но если мы вспомним компанию на Бахмуте, которая оттянула значительное количество ресурсов российской армии и практически перемолола элитные части, включая частную военную компанию Вагнера, которая могла бы быть использована на другом направлении. И, естественно, закрывать три направления украинского контрнаступления для россиян оказалось намного более проблематичным, если бы это наступление велось на одном из направлений. Еще один из выводов, которые делают журналисты, Вашингтон пост, слишком затянуто начало операций с высадкой на левом берегу Днепра, конкретно в Херсонской области, и о том, что россияне, очевидно, готовились и понимали, что здесь будет нанесен удар. Здесь тоже можно поспорить с выводами, поскольку если бы они действительно готовились и ожидали возможности создания плацдарма глубиной около 20 километров, украинские вооруженные силы бы точно не имели. А им это удалось. Это значит, что удалось достичь эффектной неожиданности, как это было, например, в ходе уже знаменитого Харьковского наступления сентября 2022 года. Еще один из ключевых выводов. Здесь в целом журналисты его анализовали достаточно подробно, но мне кажется, идет серьезная недооценка того, что значительное количество техники, в первую очередь систем разминирования, бронетехники и самой главной авиации, которая так и не была поставлена, была одной из ключевых причин того, почему это наступление невозможно было осуществить теми темпами и с той скоростью, как это было первоначально предусмотрено и рассчитывалось в ходе проведения военных игр на американской военной базе в Германии. То есть, да, они это учитывают, но, еще раз повторю, они не уделяют этому критичного значения. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.